Да, мне хотелось бы, конечно, акцентировать внимание именно на отсутствие одного известного усатого товарища на этом мероприятии, Лукашенко, который всегда хвалился тем, что Китай является стратегическим партнером для его режима, и он пытался всегда выстроить внешнюю политику, опираясь как бы на Москву, но одновременно и на Китай. Мы же знаем, что и Коля Лукашенко также учится в Китае, или, по крайней мере, там регулярно бывает в рамках своего образовательного процесса, поэтому Китай для Лукашенко является ключевым партнером, и сейчас, когда Китай не пригласил его на очередную встречу «Один пояс, один путь», это такой достаточно мощный сигнал и удар по имиджу Лукашенко. Они даже пошли в пропаганде до того, что показали сам саммит, который проходил в Пекине, и дали видеозапись выступления Лукашенко с одного из предыдущих саммитов «Один пояс, один путь».